Всем здрасте, с вами Сеня и Мирослава. Вот этой маленькой чудной девочке в платьице в горошек 7 месяцев. Время летит сумасшедше быстро. Просто 7 месяцев, девчонки. Офигеть. Месяц был очень продуктивный, много чего произошло. Пожалуй, начнем с того, что у нас наконец-то пошли зубы. Режется один зуб уже, наверное, на протяжении недели. При этом слюнотечение в норме, десна вообще в норме. Единственное, что на десне, вот видна такая расщелинка, откуда, собственно говоря, зуб вылезет. Ребенок грызет все, и она достаточно беспокойно спит. Стала она просыпаться в последнее время уже с истерикой, которую достаточно сложно купировать. Ее приходится брать на руки, успокаивать, и только потом давать, не знаю, грудь или что-то в этом роде. В общем, да, сложно со сном. Мы даже вчера на самом деле не выдержали вечером, и у меня муж сгонял в аптеку. Долго я думала, что же брать, потому что список для прорезывания зубов, он в принципе такой достаточно большой. Там много разнообразий разных средств. Выбирали между колгелем и дентиноксом, но вот у этой малютки, у него как-то состав посимпатичнее. То есть всего тут три компонента, да, вроде как. Три компонента. Ну да, 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 ромашка, ледокаин и лауромокрогол. Лауромокрогол. Короче, здесь в дентиноксе три компонента всего лишь, а в колгеле там просто целый список менделеева, как мне кажется. Ну, в общем, я решила, что лучше это средство. Ну, в общем, да, ребенок грызет все, все, что подвернется под руку. Она меня даже, кстати, кусила один раз. Если она в четыре месяца начала кусаться чистыми своими десенками, да, и я пару раз там вот так вот реагировала, она пугалась, боялась, плакала и вообще отказывалась есть. Один раз она меня сейчас вот этим вот осколочком зуба, который лезет, она куснула. Я опять же так же среагировала. Это, кстати, больнее, чем просто деснами. Ну, в общем, тоже она расплакалась, испугалась, но пока больше она не кусалась. Хотя, может, я наивная, может, сейчас все еще впереди. Мне кажется, что в связи с тем, что у нас полезли зубы, она стала опять плохо есть. Если, как бы, у нас был такой небольшой прогресс, она прям там ложек пять съедала и открывала рот и все такое, то сейчас она просто зажимает рот, ничего вообще не дает себе в рот впихнуть. Максимум сейчас две ложки, и то это при удачном раскладе. Я не переживаю, до восьми месяцев я вообще, я просто буду каждый день предлагать, а как она там будет, когда она там захочет сама есть, это уже от нее будет зависеть. Сейчас она вовсю ест яблоки зеленые, ей они нравятся. Правда, она поест-поест, выкидывает, собака у нас тут же подъедает. Начала сидеть ровно. Если раньше я ее сажала, она тут же, ну или там через пять секунд заваливалась в одну или в другую сторону, вперед-назад, влево-вправо, то сейчас она с идеально ровной спинкой, прям осанка, как у балерины, сидит. Размахивает руками, играет с игрушками. Конечно, иногда немножко так пошатывается, и первые разы, когда она так стала сидеть, она у меня пару раз треснулась. Что затылком, что, не знаю, лицом. Но упала, падала она всегда на мягкое, либо на кровать, либо на коврик. Коврик мы, кстати, вот купили такой пенный детский коврик, да, знаете, в виде пазлов. Ну, показывать я не буду, и даже в покупках, вот следующее видео будет о покупках для ребенка, тоже показывать не буду, потому что, ну, все видели эти коврики, они все практически одинаковые. У нас, разве что, этот пазл состоит из маленьких таких кусочков, они сразу большие. Ну, в общем, ничего страшного, падала, ну, падала и падала, даже без слез особых. Зато теперь просто аккуратнее, видимо, девочка наученная опытом, да, опытом наученная. Маленькая девчонка в платьишке, в горох, да, мы прямо это, как команда сегодня. Бандитка, бандитка, бандитка. Ну, ты будешь показывать бандитку? Нет, не будет показывать бандитку. Она, в общем-то, вот так вот щурится, и мы это называем, что она синьорита-бандита, бандитка. Ну, в общем, сидит она замечательно. Иногда из этого положения сидя, она перебирается уже на пузо, и там дальше руками-ногами болтает. Также самое важное, что она встала на коленке. И теперь она стоит на коленках, каждый раз, когда оказывается в положении лежа на пузе, раскачивается туда-сюда и орет. Конечно, не всегда орет, но достаточно часто она вот как раз-таки очень чем-то недовольна. И она очень-очень классно стала ползать назад. Кладешь перед ней игрушку, она лежит на пузе, и она к ней тянется, и своими руками отодвигает себя все дальше и дальше от этой игрушки. У нее начинается истерика, потому что эта игрушка становится дальше от нее, она ее хочет получить, но у нее не получается, она каким-то образом ползет назад. Ну, учитывая то, что она так ползает, она очень, кстати, большое количество пыли, наверное, с пола собирает, потому что она по периметру кухни перемещается только так. Один раз я ее оставила на своем коврике, отошла по делам там на пять минуточек, пришла и смотрю, ребенка нигде нету, думаю, где она? Оказалось, эта мадемуазель практически заползла к нам под кровать. Смотрю, только торчат две ручки и голова. Молча, сосредоточена, стремилась, задом ползает, в общем, да, классно. Последний раз мы были у врача в шесть месяцев, и тогда она весила восемь с копейками, и рост был шестьдесят восемь с половиной. Я думаю, что там грамм триста она добавила, и может четыреста, может меньше. И пару сантиметров рост тоже могла добавить, но вряд ли. Сделали третью АКДС, она перенесла ее отлично, первый день спала, вторые два она, ну, как обычно, себя вела. Что касается режима, с режимом у нас практически все то же самое. Я уже, на самом деле, не отслеживаю, как она, там, сколько часов бодрствует, сколько часов, там, спит. У нас бывало так, что она за целый день она спала всего лишь два раза, ну, там, по полтора, по два часа. Бывало так, что и по четыре. То есть, как конкретно каждый день у нас будет со сном, без понятия. Не скажу, что это очень удобно, когда нет режима. Когда есть какие-то дела, хотелось бы знать наперед, знаете, что ребенок в это время, ну, не знаю, спит, или ребенок в это время бодрствует. Поэтому я искренне надеюсь, что мы перейдем на два сна или на один, и я уже буду четко знать, во сколько она это делает. Это и все, что у нас было за последний месяц. Он был достаточно насыщенный и, в принципе, приятный, без особых каких-то капризов и истерик. На этом мы с вами прощаемся. Спасибо всем огромное за внимание. И пока. Пока.